МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город каждый из нас представляет по-разному. Для некоторых это многоэтажные дома, транспортные потоки, общественные места, люди. Он относительно большой и постоянно находится в движении. Но мало кто из нас представит в первую очередь линии электропередач, системы отопления, водопроводные станции, канализационные коллекторы и газовые трубы. В общем, все то, что позволяет городу функционировать. Представим его как единый организм. Так выглядят чебоксары с высоты 2 километров. Видны районы, дома, дороги. А теперь наложим слой систем. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотношения. Отведение внутренних сетей связи. Все это необходимо предусмотреть и строго за этим следить. Малейшие перебои и жизнь целого микрорайона может на время остановиться. Нам представилась большая возможность рассмотреть строительство города на конкретном примере. В данный момент обсуждаются предложения по планировке, которые должны кардинально изменить заволжскую территорию Чебоксар. Конечно, объекты появятся там не на пустом месте, но все же дальнейшее развитие Заволжья предполагает освоение новых земель. По функциональному использованию территории населенных пунктов подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования. Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений, с их опытными производствами коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей вне городского и пригородного сообщений. Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования, и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств. В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования могут устанавливаться следующие территориальные зоны – жилые, общественно-деловые, производственные, инженерные инфраструктуры, транспортные инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, особо охраняемых территорий, специального назначения и иные виды территориальных зон. Заволжские земли никогда не были плодородными. Голодя их, и так называли свое поселение наши предки. Сельским хозяйством заниматься было невозможно. В послевоенные годы здесь функционировали завод «Контур», гигант электронной промышленности, деревообрабатывающий комбинат, мебельный цех, торфопредприятие, Чебоксарский лесхоз. Но после строительства Чебоксарской ГЭС многие заволжские территории попали в зону затопления. Предприятия сильно сократили свое производство. Многие были закрыты. Теперь заволжье становится центром рекреационного кластера. Около 30 санаториев, детских лагерей, домов и баз отдыха расположились на территории сотен гектаров. Солнце, песок, сосновый бор. Даже в такое слякотное время года Чебоксарское заволжье невероятно красиво и так и манит отбросить все дела. Эта территория всегда ассоциировалась с отдыхом и оздоровлением. Но для почти трех тысяч жителей это еще и место постоянного проживания. Аналитики прогнозируют десятикратное увеличение численности населения Левобережья к 2035 году. А это примерно 27-28 тысяч человек по отношению к сегодняшним 2800. Процесс суборбанизации, то есть роста и развития пригородной зоны крупных городов должен достигнуть максимальных темпов. К сравнению, даже в городах Шумерли и АллатР сегодня проживают 16 и 20 тысяч человек соответственно. А значит, за 20 лет необходимо предусмотреть все детали для комфортного проживания на этой территории в будущем. На сегодня подготовлено шесть проектов планировки территорий поселков Сосновка, Октябрьский, Северный, Первомайский, Пролетарский и земли в районе базы отдыха Волжская деревня. В состав жилых зон могут включаться застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными до четырех этажей, средне- и многоэтажными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов образования, культурных зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Проектом планировки территории поселка Сосновка, ограниченной улицами Сплавная, Тихая и Юности, предполагается размещение семи многоквартирных домов средней этажности и 16 индивидуальных домов. На проектируемой территории предполагается проживание порядка 800 человек. Проектом планировки предусмотрено размещение объектов социальной и общественно-бытовой инфраструктуры. Предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения на 60 мест. Проектом планировки предусматриваются размещение объектов социальной и общественно-бытовой инфраструктуры. Размещение детского дошкольного учреждения на 60 мест, аптеки, комплекса уличных спортивных сооружений и детского центра развития. Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения представлены тремя объектами. Мы стоим, видно за моей спиной, это вот дом в 2009 году был сдан по программе «Аварийное жилье», то есть местные жители переехали в этот дом. К сожалению, до текущего года больше строительства не производилось у нас на территории Заволжья. Но вот благодаря, конечно, главе республики, Игнатию Михайлову Васильевичу, руководству города Чебоксары, все-таки принято решение развивать поселки именно в Заволжье. И то есть не переселять жителей из поселка в город Чебоксары, а наоборот строить жилье здесь, и чтобы местные жители оставались здесь. И поэтому по новой программе, вот сейчас по программе «Аварийного жилья» вот у нас новый дом строится, Сосновская, 31, на 16 квартир. Срок сдачи этого дома – июнь месяц текущего года. И скоро жители Заволжья будут заезжать в новый дом, в новые квартиры. А вот перед этим домом мы видим территорию, которая занимает аварийные бараки. Это аварийное жилье. Тут находятся 4 барака, то есть большие территории, огороды. Эти аварийные дома будут переселяться уже вот сейчас, во втором квартале текущего года. И уже по планам застройки, как бы вот эту территорию планируем застраивать такими же многоквартирными домами, которые тоже будут идти под аварийное жилье. То есть вот на данный момент, вот именно вот в этом месте, пока первоначально планируется построить 4 дома. Ну, в принципе, такого же плана, вот как этот дом мы видим. Вот, кстати, вот рядом с этим домом тоже отведен участок под строительство нового дома. То есть мы вот здесь ополучим микрорайон, состоящий из 6-7 домов. Вот такого типа двухэтажные, комфортные, красивые, уютные дома. На территории поселка Октябрьский проектом предусмотрено построить 3 многоквартирных дома и 143 индивидуальных. Общая площадь жилья 26,5 тысяч квадратных метров. Всего на данной территории ограниченной улицей Песчаной, Лесхозной и берегом реки Волга предполагается проживание 600 человек. Здесь также предусмотрено размещение детского сада на 45 мест, общественно-деловая инфраструктура, придорожный сервис. 169 индивидуальных домов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров по проекту появятся в поселке Северный. Обновится транспортная и инженерная инфраструктура, появится многофункциональное административное здание с кафе, аптекой, офисом врача, отделением банка, культурным центром, спортзалом, мастерской и опорным пунктом милиции. Общей площадью 800 квадратных метров. Также предполагается строительство детского сада на 45 мест, магазинов, детских площадок, бани и зон отдыха. Но сильнее всего может измениться микрорайон Первомайский, поселка Сосновка. По проекту он должен вырасти втрое. Месяц назад его жители познакомились с планами архитекторов. На сегодня застройка в границах проектирования представлена 56 малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Значительную часть территории занимают зеленые насаждения, представленные многолетними соснами. На свободной от застройки территории проектанты разместили 114 домов. Новые жилые кварталы сформированы в северной и центральной части территории, в том числе и на участке, где ранее располагалось лесопильное производство. Проектом предложен коттеджный тип, представленный двухэтажными домами с участками под 900 и 1200 квадратных метров. Расчетная численность населения в микрорайоне составит 547 человек. Рядом со зданием существующего магазина разместится центр социально-бытового обслуживания с аптекой, помещениями для досуга, спортзалом, магазином и предприятиями бытового обслуживания. Также запланирован детский сад. Сказали, что насосы будет мощные ставить, а в скважине вода ведь быстро будет кончаться. Она там, как говорится, быстро не наполняется. Это первое. Во-вторых, вот если бы, допустим, еще башни ставили вот по верхней улице, вот, которая новая будет, новая улица, там бы еще, может, тогда хватило. Так, это один вопрос. Теперь другой вопрос. Насчет газоснабжения. У нас газоснабжение будет отцентрализованной, то есть проводить будут из централизованной трубы или будет, как у нас здесь в Сосновке, емкости в земле. При проектировке все равно показатели дебита скважин, дебит это то, что скважина в принципе может подать, он тоже учитывается. То есть исходя из этих норм. Соответственно, с этим проблем не должно. Второе, как бы, вам уже сосед ответил, то есть нет, это не газовые емкости будет, это все-таки будет индивидуально. Информация о том, что застройка Первомайского предусматривает вырубку деревьев, взбудоражила посетителей городских форумов. Ситуацию прояснил главный архитектор города Чебоксары Вениамин Мамуткин. Которые сегодня мы разработали проекты планировок, это территории лесного фонда, которые были переданы в прошлом году, переведены в земли поселений, но остались в собственности федеральной. Они еще не являются муниципальной собственностью. Поэтому вот эта вот разработка проектов планировок как раз необходимый этап для перевода из федеральной собственности в муниципальную собственность этих земель. После этого вы, наверное, уже как бы хотели задать вопрос о том, что когда нам будут предоставлять в собственность земельные участки. Вот как только переведут в муниципальную собственность, эта процедура и начнется. Пригородная зеленая зона города Чебоксары формируется как целостная непрерывная система территорий за пределами границ города, выполняющая средозащитные, экологические, санитарно-защитные и рекреационные функции, в границах которой запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду. Для городов с населением от 250 до 500 тысяч человек площадь зеленой зоны должна составлять 165 гектар на тысячу человек, площадь лесопарковой зоны 20 гектар на тысячу человек. Раньше поселок Первомайское сами жители называли сумеречной зоной. Три фонаря, да и то не работали. Теперь же это проблема в прошлом. За прошлый год на территории всех населенных пунктов Заволжья установили 150 новых светильников. Тем не менее, географическая удаленность от города создает некоторые трудности. Проблемы, они, конечно же, есть, но вот то, что, скажем так, касаемо инженерных сооружений, у нас в прошлом году порядка 3,5 тысяч квадратных метров асфальта нового положено. Улица Сосновская, половина улицы Сосновская отреконструирована. В этом году вторая половина, плюс планируем строительство новой дороги, которая у нас будет соединять улицу Сосновскую и здание больницы и школы. Очень большие перспективы и планы по развитию водоснабжения в Заволжье. Вот в этом году уже должна быть пробурена на территории Сосновки новая скважина, которая позволит решить проблему нехватки питьевой воды. И плюс у нас на 16-е-17-е годы в инвестиционную программу включена установка биологических очистных сооружений в поселке Северный, в поселке Октябрьский. Есть вопросы, конечно, по инженерным сетям, но в принципе все реконструируется, все делается. Водоканал у нас ежегодно проводит достаточно большие объемы работ. То есть в этом году у нас была установлена в поселке Сосновка станция до очистки. Планируем их устанавливать во всех населенных пунктах. Она показала себя с положительной стороны. Интересно, что, несмотря на все трудности, большинство жителей не хотят переезжать. Чебоксары я не хочу. В городе не поехали. Ну как не хочу? Если бы там жилье было бы, да, конечно, хорошо было бы. Вот если вот снесут бараки, конечно, вот мы ждем. Должны вроде как бы. Благоустроиться еще, да, красивее станет. Ну, воздух хороший, конечно. Воздух хороший, тихо. За детей не так страшно, как в городе. Дети спокойно могут у нас здесь выходить. Гуляют они. Да. Подростки спокойно. И для детей, малышей тоже площадка рядом. Гуляют, играют. Да, очень хорошо, да. В городе жадного на улице не упустишь, а у нас вот так могут уже. Вообще преступность. Ну, преступность, наверное, она везде есть. Ну, по крайней мере, друг друга знают люди тут. Да. Как-то тут потише, спокойнее. В свое время, скажем так, до затопления, до поднятия ГЭС, население Заволжья составляло порядка 19 тысяч человек. В результате затопления, в результате переселения граждан из аварийного жилья произошел очень большой, существенный отток жителей из Заволжья в город Чебоксара. Целые микрорайоны, это вот выходцы из современного Заволжья. Количество уменьшения населения, то есть, и влияет на другие сферы. Во-первых, на деятельность школы. Вот у нас сейчас школы загружены менее чем на 50%. То есть, большое здание, вот, рассчитанное на 500 человек, вот, сейчас у нас учатся 195 человек. То есть, территория школы, объем школы, то есть, само здание позволяет учиться намного больше ученикам. Вот. Больница, то есть, мы прекрасно понимаем, что идет все-таки подушевое финансирование. Плюс наличие специалистов. То есть, количество и какие именно специалисты должны быть в больнице, все зависит от количества закрепленных за этой больницей человек. Вот. Уменьшение приводит к тому, что сокращается персонал больницы. И, в принципе, это везде. То есть, вот, касаемо всех структур. Да, да, тоже вот проблема детского сада. Вот. К счастью, вот, сейчас готов уже практически проект нового детского садика на 150 мест. Кстати, вот это место, вот мы находимся прямо возле него. Вот. Здесь будет размещаться у нас новый, современный, уютный детский садик. Ну, а скажем так, вот здесь будет просто настоящий административный центр. Здесь у нас детский садик, вот за нами спортивная школа, чуть правее от меня, школа и больница. Вот. То есть, вот эта проблема численного населения, оно все-таки, как бы, скажем, отрицательная сторона в Заволжье. И все-таки большинство, как я уже сказал, большинство жителей хотят остаться жить здесь. Мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, то, что даже те жители, которые уезжали отсюда 5, 10, 15 лет во времена затопления, все равно тяготеют, едут обратно, покупают садовые участки, то есть, покупают землю и все-таки хотят вернуться сюда. Сейчас, скажем так, уровень жизни намного выше стал, не в том, что в Заволжье, а вообще и в городе Чебоксар, и в Чувашии. Если раньше был такой вопрос первостепенный, как добраться до рабочего места, к сожалению, у нас, скажем так, не очень хорошо дела обстоят пока с рабочими местами, то есть, была проблема добраться, но сейчас до города Чебоксара, то есть, к месту, где они работают. Но сейчас, в принципе, проблемы как таково не существует. У нас достаточно периодически часто работают, по маршруту ездят, 333 маршрут, то есть, буквально полчаса разрыва движения, 204 автобус. Все жители у нас пользуются льготой, то есть, льготный проезд оплачивают. Вот. Поэтому и у большинства все-таки имеются машины. Нет людей, даже если есть работа, некому работать. А если нет работы, то и люди в этом месте не задержатся. Замкнутый круг? Так откуда же взять рабочие места? А ведь сам процесс развития Заволжья их подразумевает. Возвести дом нужны строители, обслужить этот дом коммунальные службы. Новым детским садам нужны воспитатели, а новым паркам и базам отдыха свой персонал. Такими темпами Левобережье скорее будет испытывать дефицит не рабочих мест, а рабочих сил. Кстати, в ближайшем будущем Заволжье также должно стать территорией активного отдыха. Здесь появится большой парк развлечений, веревочный городок, резиденция Деда Мороза и Снегурочки, город мастеров, летние и зимние трассы для катания на ватрушках и на лыжах. Уже в этом году была открыта самая длинная снегоходная трасса – 45 километров. И ее планируют увеличить до 200. Парк раскинется на площади 96 гектаров. Грандиозные планы не кажутся невоплотимыми. Возможно, сегодня жители поселков боятся лишиться своей тихой гавани. Но вряд ли мы в силах остановить глобальные процессы субурбанизации. А это значит, что нам необходимо быть к ним готовыми. Редактор субтитров А.Семкин